Я приветствую всех теле-интернет-зрителей в эфире Круглосуточного канала ПС, программа «В центре внимания». И сегодня, за несколько дней до 1 сентября, поговорим как раз об осени. Это не только начало нового учебного года, но и окончание больших ремонтов, которые в летние месяцы развернулись в Архангельске. Это и модернизация теплосетей, и, что отрадно, дорог областного центра. Об этом и не только поговорим с заместителем мэра Архангельска по городскому хозяйству Святославом Чиненовым. Святослав Владимирович, добрый вечер. Добрый вечер. Первый блок вопросов будет посвящен подготовке к грядущей зиме, хотя, может быть, судя по погоде, кажется, что зима и не прекращалась. Но если кроме шуток, то что уже сделано и насколько жил фонд готов к грядущей зиме? Ну, как обычно говорят, зима приходит неожиданно. Вроде бы сегодня солнце, завтра резкое похолодание, но все коммунальные службы города Архангельска, все энергетики, все те организации, которые принимают участие в успешном прохождении отопительного сезона, в настоящий момент усиленными темпами готовятся. По нашей оценке, в 2015 году межотопительный сезон проходит более активнее и более, скажем так, эффективнее. Для сравнения, в 2014 году, по нашей оценке, подготовка города была на уровне где-то в районе 50%. По сегодняшним оперативным данным, средний процент готовности выше 60%. Что бы хотелось отметить, согласно методике оценки готовности муниципальных образований к предстоящей отопительной зиме, оценивается более 30 показателей. Основные показатели, которые у всех на слуху, это показатели готовности многоквартирных домов, показатели готовности энергетического оборудования и различных коммуникаций, сетей, которые непосредственно поставляют теплоносители уже потребителям. На данный момент, скажем так, необходимо подготовить более 4300 домов к предстоящей отопительной зиме. Это и деревянный жилищный фонд, это и каменные дома, пятиэтажки. Значит, на данный момент более 2500 домов подготовлено на 100%. Порядка 1400-1500 домов подготовлено, имеет степень готовности более 80%. И есть группа домов, это, как правило, деревянный жилищный фонд. Сейчас эти дома предъявляются надзорным органам, энергетикам на предмет выполнения тех регламентных работ, которые необходимо выполнить перед началом отопительного сезона. Мы уверены, что к началу отопительного сезона, это традиционно у нас, как правило, первая-вторая декада сентября, все объекты, которые необходимо отапливать, будут готовы. И те работы, которые будут продолжаться, они не будут влиять, скажем так, на надежность работы системы теплоснабжения. И то, какие будут погодные условия, исходя из этих погодных условий, все объекты включатся в отопительный сезон. Хотелось бы отдельно отметить, что система образования у нас еще готовится. Да, очень значимые вопросы, детские сады, школы, иные учреждения социальной направленности. У них процент готовности, скажем так, выше, чем многоквартирные дома, средний процент готовности по объектам социалки составляет более 85%. То есть, работы продолжаются. Нам необходимо подготовить порядка 155 объектов социальной сферы, из них 100% готовность имеет уже более 130 объектов. Ну, с социальными учреждениями проблем, собственно, никогда не возникало. То есть, как правило, к 1 сентября все готовы, а вот с домами ситуация все-таки несколько иная, и во многом это зависит от родивости управляющих компаний. Вот в этом году есть ли аутсайдеры, кто-то себя не очень хорошо зарекомендовал, какие-то санкции к ним применяются? Ну, позвольте, я не буду делать рекламу и антирекламу, скажем так, управляющим компаниям. Я скажу одно, что вот в этом году, как я уже отметил ранее, что подготовка к зиме идет более-менее ровно. И все управляющие компании, вне зависимости от того, работают они на деревянном жилищном фонде, работают на островных территориях, работают в центре города, подготовка идет, в принципе, стабильно. Да, это отмечается, скажем так, и со стороны нашей большой энергетики ТГК-2, и со стороны малой энергетики локальных котельных, что все управляющие компании работают, скажем так, в соответствии с утвержденными планами. Да, действительно, есть такие управляющие компании, которые, скажем так, немножко выбиваются из графика, но с такими управляющими компаниями мы регулярно приглашаем на наш городской штаб по подготовке к зиме. Сейчас он работает еженедельно, и совместно с энергетиками мы обсуждаем те проблемы, которые у них возникают. Также, значит, главы округов в постоянном контакте находятся с руководством управляющих компаний. И, естественно, у нас есть такой довольно-таки серьезный рычаг, это муниципальный жилищный контроль, который по поручению штаба, по поручению, значит, департамента городского хозяйства, по обращению глав выходит, значит, на осмотр непосредственных многоквартирных домов, где принимаются, скажем так, управленческие решения. Так, сначала, поскольку у нас муниципальный жилищный контроль работает не только в межотопительной сезонной работе, в течение всего, скажем так, календарного года, так, с начала года было выполнено порядка, значит, 500 проверок и составлено более, значит, 50 протоколов о административных нарушениях, которые влекут за собой определенную ответственность. То есть, либо это директор управляющей компании, либо это юридическое лицо. То есть, здесь у нас, как бы, рычаг довольно-таки ощутимый, и управляющая компания, как правило, прислушивается, то есть, готовится предписание, по этим предписаниям необходимо выполнять те или иные нарушения. Если, значит, управляющая компания не выполняет эти предписания, то мы вынуждены обращаться в суд. И уже через судебные станции мы понуждаем ту или иную организацию выполнить те требования, которые предъявляются в соответствии с действующим законодательством. А вот удается ли найти какой-то рычаг воздействия на предприятие ТГК-2? Имею в виду просроченную задолженность, да, значительную, более 140 миллионов рублей, если я не ошибаюсь. Все ли это, в общем-то, звучит эта цифра, ТГК-2, каким-то образом ситуация решается, и не повлияет ли это как-то на подготовку? Ну, что бы хотелось отметить, да, ТГК-2 – это большая энергетика, это, скажем так, самодостаточная организация, которая является, в соответствии с постановлением мэрии города Архангельска, единой теплоснабжающей организации на территории города. Вне зависимости от того, где имеется энергетическое оборудование ТГК-2. То есть ТГК-2 работает как по центру города, так и по нашим окраинам, по островным территориям. Значит, и ТГК-2 является на этих территориях, скажем так, покупателем тепловой энергии, которую покупают в основном от локальных котельных, которые эксплуатируют компания Архублэнерго, которая, в свою очередь, 100% принадлежит правительству Архангельской области. Несмотря, да, вы правильно отметили, что имеются некие трудности в части финансовых взаиморасчетов, эту проблему мы знаем, эта проблема также обсуждается регулярно в наших штабах, и этот вопрос выносился на межрежностную комиссию правительства Архангельской области с точки зрения обсуждения и поиска путей и выходов из этой ситуации. Да, эта ситуация, несомненно, влияет на темпы, скажем так, подготовки Архублэнерго к предстоящему отопительному сезону. Но что бы хотелось бы сказать, сейчас предприятие за счет своих внутренних резервов, скажем так, все равно работу ведет. Средний процент готовности по котельным, ну, скажем так, 100% готовность котельных у нас составляет порядка, значит, 10 объектов. Вот, остальные котельные у нас там средний процент готовности порядка 50-80%. Но те работы, которые сейчас выполняются на котельных, да, те вот регламентные работы, они все равно позволят в установленный срок начать отопительный сезон. Да, проблема взаиморасчетов имеется. Эти компании, в принципе, уходят в правовое поле. То есть, начинают взыскивать друг друга. Понятно, что ТГК-2 декларирует, что ей должны управляющие компании, и поэтому она не может рассчитаться. Но мы говорим о том, что в течение предстоящего, прошедшего отопительного сезона, управляющая ТГК-2, в принципе, собрала достаточную сумму денежных средств, а собираемость у нас по городу порядка 95% населения оплачивает. Практически все управляющие компании при поддержке и непосредственном участии муниципалитета перешли на прямые расчеты с населением. То есть, сейчас так называемые тепловые деньги, они минуют счета управляющих компаний и напрямую поступают ТГК-2. То есть, задолженность в таких объемах не накапливается. И вот лично мое мнение, ничто не мешает ТГК-2, в принципе, оплачивать эти работы своевременно и в полном объеме. Эту проблему, повторюсь, мы знаем, мы с ней работаем. Здесь также участвует и Министерство ТГК-2 против Архангельской области. То есть, сейчас вопрос в стадии решения. Но отмечу одно, что на начало отопительного сезона и на прохождение вот в данный момент эта проблема, скажем так, серьезно не скажется. Вот вы уже отметили, что неоднократно собираются совещания в мэрии города с участием мэра Архангельска. И вот на одном из совещаний городоначальник поставил задачу завершить все работы до 30 августа, чтобы в преддверии нового учебного года к горячей воде был подключен жилфонд и объекты социальной сферы города. Вот будет ли это распоряжение выполнено и каковы сроки подключения? Ну, что хочу сказать в самом начале. Отопительный сезон начинается в соответствии с теми требований, которые устанавливают инструкции по началу отопительного сезона. То есть отопительный сезон, он, скажем так, обязанность начать его, когда в течение пяти дней температура окружающего воздуха не поднимается выше плюс восьми градусов. Ну, уже из опыта, да, все горожане знают, что, как правило, там, сентябрь начинается и уже в социальных учреждениях некомфортно. Вот, я уверен, уверены мои коллеги, и мы эту ситуацию тоже контролируем, что первого сентября все объекты социальной сферы будут готовы к принятию теплоносителя. А энергетикам, ну, это их бизнес, да, это их деньги, и чем раньше они начнут отопительный сезон, и чем позже они его закончат, значит, тем больше они заработают своих денежных средств. Соответственно, и энергетики, это, в первую очередь, ТГК-2, Арху Блэнергори, ответственных котельных, они все будут готовы к подаче теплоносителя. Тем более, значит, у нас с 22 августа начинаются последние гидравлические испытания, которые будет весь город проходить гидравлику в течение, там, пяти дней. И 28 числа, 28 августа, я думаю, что все участники процесса отопительного сезона будут готовы получать теплоноситель. Но опять же, будем смотреть, какая будет погода на улице. Если будет солнечно-светло и тепло, смысл делать, скажем так, невыносимость нахождения людей в этих помещениях, да, с включенными отопительными переборами, наверное, смысла не имеет. Если погодные условия нас заставят, то мы, конечно, этот отопительный период начнем в этих учреждениях, в первую очередь. Ну, сейчас погода более-менее наладилась, и она позволяет продолжать другое важное дело, это дорожные ремонты, которые сегодня развернулись. В Архангельске, наверное, не ошибусь, если скажу, что они достаточно масштабные в сравнении с тем же 2014 годом. Вот для начала цифры, сколько всего объектов, и каково финансирование дорожного ремонта в этом году? Значит, в 2015 году мы планируем выполнить ремонтные работы более чем на 30 объектах, то есть 30 улиц города Архангельска, вне зависимости от территориального нахождения этой улицы, да, они будут отремонтированы. И больший-то объем работы он уже выполнен. Всего в 2015 году мы планируем направить порядка 250 миллионов рублей, из которых чуть более 30 миллионов рублей были предусмотрены в муниципальных контрактах на содержание уличной дорожной сети, 114 миллионов рублей — это деньги муниципального дорожного фонда, и 100 миллионов 600 тысяч — это те дополнительные финансовые средства, которые выделены городу Архангельску по решению губернатора Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова. Значит, на данный момент мы оцениваем процент выполнения работ по всем источникам финансирования выше 75%. Все конкурсные процедуры, буквально в том числе и на эти 100 миллионов рублей, они завершены. То есть последний аукцион состоялся у нас 17 августа в понедельник. Это был участок улицы Тимми на участке от кинотеатра Эдисон до Воскресенской. Там сумма контракта примерно 16 миллионов рублей. Эти работы, если все сейчас у нас формальности проходят документальные, и подрядчик должен зайти, наверное, с понедельника уже приступить к фрезеровке старого асфальта. Значит, как я уже сказал, 30 объектов у нас планируется выполнить, из которых 14 объектов фактически мы уже завершили. Это за счет 114 миллионов рублей. Сейчас мы приступаем к выполнению работы. Уже приступили на те дополнительные деньги, которые выделены из правительства Архангельской области. Туда входит объект, в первую очередь, это Северодинский мостовой переход, который сейчас мы ловим погоду, и доставляем некое неудобство горожанам, закрывая его. Но это необходимо, поскольку мост узкий и не позволяет выполнять работу по полосам. То есть одну правую и левую полосу приходится закрывать. Левобережная часть сделана, уже асфальт новый уложен. Сейчас выполняются работы на правой бережной стороне, но она длиннее, чем левобережная, там более 900 метров, и работа сейчас выполняется. Мы планируем продолжить эти работы в пятницу, субботу, воскресенье. То есть соответствующие уведомления распоряжения будут размещены в средствах массовой информации, то с горожанами мы предупредим. Также я считаю, что один из социально значимых, таких больших объектов, это ремонт дороги в сторону Малых Карел, это улица Селикачика, Белогорска. То есть мы выполним ее до границ Приморского района. Уже второй день подрядчик там работает, то есть он занимается фрезеровкой асфальта. Я думаю, тоже там с выходных, с понедельника он приступит уже непосредственно к выполнению укладки асфальтового покрытия. И также у нас заключен контракт, тоже сейчас мы выполняем, скажем так, некие формальности по оформлению документов. Это большой проект, большая улица, проспект Советских космонавтов на участке от улицы Воскресенской до улицы Гагарина. Эти тоже работы будут выполнены. Значит, по нашей оценке срок завершения работ, ну погода, конечно, вмешалась, да, мы планировали где-то в середине сентября все эти процессы завершить. Ну вот так вот, смотря на сетевой календарный график, срок завершения работы где-то 25-29 сентября. Опять же при условии, что если не будет лить дождь и все остальное. Я думаю, что работы будут выполнены своевременно. За качеством работ следит специальная организация, которую мы также выбрали в соответствии с 44-м федеральным законом. И также на приемке, когда выполняется процесс ремонта дорог, участвуют специалисты Департамента городского хозяйства, которые также указывают на те недочеты или несоответствия, которые, по нашему мнению, необходимо исключать или исправлять. Большое внимание уделяется, скажем так, на установку дождеприемников, люков. Вот погода сейчас, вот дождь и льет, с одной стороны, он как бы на руку нам, да. То есть мы проверили состояние дорожного покрытия, как раз вот на предмет ухода луж. Да, очень много обсуждается в социальных сетях, в интернете, что вот сделали дороги, да, пешеходный переход, он из лужи в лужу. Да, вот если обратили вы внимание, то подрядчики, мы заставляем, они переделывают полностью, переделывают, скажем так, покрытие, вплоть там с открытием асфальта, да, и все остальное. Ну и заметно, что люки, они как-то так приподнялись на одном уровне с дорогой. Да, это основное требование, да, то есть переход самого дорожного покрытия, да, с уровнем дождеприемника, с уровнем колодца, люка. И что бы хотелось отметить, что все работы оплачиваются, скажем так, по факту выполненных работ. То есть после того, как специальная комиссия примет работы, заактирует, будет проведен анализ тех материалов, которые были использованы, будут соответствующие сертификаты, только после этого выполняется оплата выполненных работ. Плюс, значит, контракты у нас, скажем так, предусматривают еще гарантийные обязательства, в зависимости, скажем так, от условий контракта, гарантия на эти дороги от двух до четырех лет. То есть мы потом вправе будем предъявить определенные штрафные санкции, либо заставить переделать тот участок, который, скажем так, не прошел испытания временем и автомобилями. Ну, то есть в интересах подрядчика сделать все сразу, качественно, чтобы уже не возвращаться. Конечно, конечно. А вот как раз вы сказали о дороге по улице Белогорской, Селикачиков, ЖД-мост. Это все в рамках дополнительного финансирования, как мы понимаем, 100 миллионов рублей. А какие еще дороги? Вот советских космонавтов? Нет, советские космонавты – это за счет муниципального дорожного фонда. Значит, за счет 100 миллионов рублей, которые были выделены из областного бюджета дополнительные, там у нас 10 участков основных, по которым мы уже провели конкурсные процедуры. То есть три я уже назвал. Это Белогорска, это Северодинский мост. Также сюда попадает улица Бадигина, Самойла, то есть это въезды в город с окружного шоссе. Попадают туда, разрешите, я воспользуюсь информацией, туда попадает Троицкий проспект, который уже выполнен, с рядом перекрестков, работа сейчас завершается. Туда попадает улица Космонавтов от Воскресенской до Гагарина, туда попадает еще и перекресток Ломоносова-Воскресенская. То есть наиболее загруженная? Наиболее. То есть мы, скажем так, отдавали приоритет именно по загруженности и напряженности, скажем так, транспортного потока по этим территориям. Ну и, конечно, центр города, где сосредоточена, скажем так, основная масса деловых центров, это общественно-деловая зона. Естественно, должно быть лицо города. Ну, будем надеяться, что начатые дорожные преобразования продолжатся и в следующем году, как, собственно, ежегодно продолжается и приведение городской территории в целом в порядок, да, работы по благоустройству. А вот если подвести итоги этого сезона, то что удалось сделать по благоустройству Архангельска? Ну, в самом начале скажу, что в городе Архангельске, в мэрии города Архангельска утверждена, скажем так, программа по развитию благоустройства на территории муниципального образования города Архангельска. Она реализуется, в первую очередь, через округа, через нашу территориальную округа. Ежегодно по программе благоустройства в округа направляется более 80 миллионов рублей. Вы правильно отметили, что в рамках вот этой программы, в рамках этих денег приводятся в порядок, значит, дворовые территории, тротуары, территория общего пользования. Так вот в этом году, скажем так, даже только в рамках двухмесячника, который также предусмотрен в рамках этой программы, было вывезено порядка трех тысяч тонн мусора, который скопился в период, ну вот за зиму, да, всегда же снег тает, да, и вся эта грязь, все эти бутылки, бумажки, все это дело оттаивает. Вот мы совместно с округами и с горожанами убирали. Кроме того, в течение вот этого, этого периода было, скажем так, сведено более 500 аварийных деревьев, да, то есть люди очень много обращаются, что переросшие тополя, сухие тополя, вся остальная растительность, она тоже подлежит своду, то есть на территориях общего пользования мы это дело сводим. Что касается на прилегающих внутридомовых территориях, это, как правило, зона ответственности управляющих компаний, и здесь принимают решения собственники, да, о сносе того или иного, скажем так, мешающего зеленого насаждения. Кроме того, на территории города осуществляется, скажем так, в зависимости от необходимости территории до трех раскошения травы, то есть на эти цели у нас направляется более 7 миллионов рублей, то есть цифра большая, но, соответственно, и косим очень много, то есть общая площадь покоса примерно 2 миллиона квадратных метров, представляете территорию, то есть, ну, я говорю о том, что это вот три раза косим, да, и суммарно площадь кошения получается такая большая. Кроме того, округами выполняется текущий ремонт тротуаров, там где-то необходимо, значит, где позволяют финансовые возможности выполняются тротуары. Вот буквально я вчера ездил в Северный округ, там глава округа реализует проект по устройству тротуара вдоль улицы Химиков, это более 500 метров, да, и это идет не в деревянном исполнении, а идет как бы в капитальном, там, в тротуарной плитке. То есть тротуар получается большой, красивый, и, в принципе, округа по всему городу эту работу также выполняет. То есть мы тоже уделяем внимание вот доступности пешеходов к перекресткам, к учебным, лечебным учреждениям. То есть эта работа продолжается. Вот примерно цифры такие. Ежегодно тратится, повторюсь, более 80 миллионов рублей на благоустройство территории. Вот если говорить о благоустройстве и о подготовке к зиме, то есть два в одном, то с энергетиками теперь мэрия Архангельска работает в новом формате, да, заключает специальный договор, то есть чтобы разрытие не оставалось и территория была благоустроена. Вот эффект уже от этого есть какой-то сегодня? Эффект, все, что делает муниципалитет, эффект, по-своему так мнению, эффект всегда есть. И всегда, я думаю, что эффект более-менее положительный. Что касается вот той ситуации, которая возникла у нас в середине мая, да, где по нашему твердому убеждению все организации, которые заходят на выполнение работ, скажем так, по раскопкам территории города, да, они должны нести некую ответственность. Не обязательно, что это будет энергетикой. Конечно, конечно, это любой застройщик, да, любая организация, которая, которая необходимо раскопать территорию города, подключиться к каким-то коммуникациям, там, или выполнить какие-то работы, она должна восстановить это благоустройство. Вот мало закопать, но и привести в порядок то, что они нарушили. Это, в первую очередь, газоны, тротуары, ну и самое главное, дороги. Тело дороги и полоса отвода для эксплуатации данного дорожного полотна. Вот, и все-таки мы настояли, мы пришли к общему мнению, скажем так, сейчас эти договора подписываются, договора подписываются как со стороны энергетиков, так и договора подписываются со стороны застройщиков, которые строят дома, бизнес-центры всевозможные, да, и подключается также к коммуникациям. Вот, то есть сейчас эти договора заключаются. Самое главное, что вот раньше, при выдаче ордера на разрытие, у муниципалитета, ну, скажем так, не было рычага воздействия, который бы позволил бы простимулировать вот эту организацию, которая получила ордер на разрытие, к каким-то конкретным срокам по завершению своих работ. То есть у нас ордера, ну вот я не знаю, военную тайну не откроюсь, порой годами не закрывались, то есть было раскопано, застройщик там подсоединился к сетям, кое-как забросал, все, и ушел. Вот, буквально последние два года мы упорно стали ходить в суды, потому что по-другому ты его никак не отстимулируешь, не заставишь выполнить работу. То есть мы уже наработали судебную практику. По крайней мере, минимум 10 судебных решений в нашу пользу вынесено, где суд обязывает ту или иную организацию, юридическое лицо, выполнить там определенные сроки, завершить работу по благоустройству. Если он это не выполняет, там уже судебные приставы, скажем так, приходят, уже штрафуют, заставляют, то есть под уголовной ответственностью неисполнение судебного решения. Проанализировав, скажем так, правила благоустройства в других субъектах, посмотрев свой, все меняется, все течет, как говорится, и мы в ближайшее время до конца этого года, наверное, на одной из ближайших сессий, внесем изменения в части благоустройства по внесению дополнений, где будут отражены, скажем так, вот эти условия по договору. И договор что позволяет? В договоре три основных момента. Первое, это срок выполнения работ исполнителем, условно некой коммерческой организации. Далее, значит, обязанности по восстановлению благоустройства, не только землю разровнять, но и восстановить газон, тротуар. И, естественно, если он это не выполняет, получается, что мы вправе применить, согласно этого договора, штрафные санкции. И штрафные санкции применяются за каждый день просрочки. Это, допустим, сумма может быть 5 тысяч рублей, 10 тысяч рублей, это все будет определено договором. Вот это позволит, скажем так, стимулировать эти организации качественно и быстрее выполнять работу. И сейчас на лицо это видно, например, тоже ТГК-2, выполняя крупномасштабные работы на том же Дзержинском, да, вот перекресток Володарского-Троицкий, да. То есть они сейчас сдают городу, нашим специалистам, качество уплотнения. И мало просто засыпать и заасфальтировать, мы же понимаем, что через какое-то время это все может в процессе провалиться. То есть они нам сдают уплотнение, мы в этом процессе участвуем. То есть я думаю, что все равно вот некие такие вот жесткие шаги, да, они позволяют слышать муниципалитет и достигать тех целей, которые необходимо реализовывать, цели улучшения жизни и городской атмосферы в нашем городе. Ну вот городская наша, да, атмосфера, жизнь в городе, городская инфраструктура, это действительно сложный механизм, он постоянно нуждается в модернизации, поддержке и большие надежды. Вот в связи с этим возлагаются на новый формат программы развития Архангельска как областного центра, которая предложена главой региона Игорем Орловым. Вы также принимаете участие в обсуждении документа. Вот что он, по-вашему, даст нашему городу? Ну, в самом начале я хочу отметить, что над этим документом, скажем так, город работал всегда, вот, по крайней мере, на протяжении там двух-трех лет этот документ, перечень тех проектов, которые необходимы городу, которые готовы были к реализации, он в городе имелся, да, но с каждым годом все равно потребности возрастают, развивается инфраструктура города Архангельска, ее надо улучшать, ее надо модернизировать, и губернатором Архангельска области совместно с мэром города Архангельска были приняты решения о формировании вот такой программы по городу Архангельска, развития города Архангельска как областного центра сроком на пять лет, то есть до 2020 года. Все свои предложения город сформировал наиболее приоритетные, отранжировал в порядке, скажем так, важности, значимости, да, он отражировал не в целом по городу, да, он отражирован даже в разрезе округов. И этот перечень направлен сейчас в областное правительство для его обсуждения, то есть уже было проведено ряд встреч по направлению, по направлению энергетики, по направлению строительства, по блоку социалки, то есть каждое направление там отражается. Мы сакцентировали внимание в своих предложениях, в первую очередь, естественно, это на развитие коммунальной инфраструктуры, это дорожное строительство, это строительство систем водоснабжения, водоотведения, это ведь очень актуально тоже для нашего города, это направление благоустройства, это строительство новых тротуаров, это, значит, развитие и реализация дорожной карты по ввод в эксплуатацию дошкольных учреждений, тоже у всех на слуху, это детский садик в Майской горке, детский садик в Соломбале, и, кроме того, эта дорожная карта, она сформирована до 2017 года, да, то есть все мероприятия, которые необходимы для реализации, они в этой программе, в этом перечне учтены. Что бы хотелось отметить, что мы смотрим и включили в эту программу те объекты, которые, по нашему мнению, должны улучшить, скажем так, среду обитания на территории города Архангельска. Я уже повторил это благоустройство, это в том числе реконструкция и, ну, такое техническое слово, капитальный ремонт наших парковых зон, территорий общего пользования, повторюсь, устройство тротуаров. Также мы включили туда проекты по реконструкции площади профсоюзов, полная реконструкция набережной Северной Двины, поскольку набережная Северной Двины, когда погода хорошая, да, вот в летнее время, она является таким местом притяжения горожан, да, где очень много детей, велосипедов, мамочки с колясками ходят, транспортные потоки. Вот этот проект, я думаю, что если мы его реализуем, позволит отделить, скажем так, опасность средства передвижения, да, от безопасности, что у нас места на набережной будет хватать всем. Также очень большой блок у нас включен по капитальному строительству, по реконструкции и по текущему ремонту дорог города Архангельска. Ну, я просто ряд примеров приведу, это и развязки с Северодинского моста, это продление Московского проспекта до улицы Ленина, это расширение Ленинградского проспекта, это устройство кольцевой развязки в Соломболе при съезде, ну, въезд в Соломболу при съезде с Кузенчевского моста, то есть проектов очень много. Общая сумма, по нашей оценке, таких угрупненных показателей до 10 миллиардов рублей. Если это получится реализовать, ну, это будет очень здорово. Я думаю, что каждый горожанин ощутит вот те мероприятия, которые будут реализованы городом Архангельска, совместно с правительством Архангельской области. Светлослав Владимирович, большое спасибо за беседу. Я надеюсь, что новый документ обязательно вдохнет новую жизнь в наш город, даст новый импульс для развития, ну и, соответственно, новую почву для новых бесед в программе «В центре внимания». И для новых проектов. Для новых проектов. Спасибо. Спасибо. Напомню, что гостем программы «В центре внимания» был заместитель мэра Архангельска по городскому хозяйству Святослав Чиненов, а я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами. Обязательно увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok